Итак, откуда всё-таки бывают по судьбе трудности в отношениях с родителями? Они, естественно, бывают по нашей судьбе. То есть есть два варианта. Моё неправильное поведение как старшего в прошлом даёт неправильное поведение родителей. И моё оскорбительное отношение к старшим в прошлом даёт неправильное поведение родителей тоже. Как вы думаете, в каком случае какое? Вот, допустим, моё неправильное поведение как старшего в прошлом к чему приводит? Я старший был раньше и неправильно себя вёл с детьми своими. Да, и получается, мой отец будет так же себя неправильно со мной вести, он мучить меня будет. Если меня родители мучают, это явный признак того, что я кого-то мучил в прошлом, будучи родителем. И больше того, вы увидите, что вы точно так же будете мучить своих детей. Если вы не поймёте и простите родителям, вы потом сами будете делать то же самое. Этот принцип работает всегда. Я наблюдал в своей жизни одно событие. Один человек бросил свою жену, они оба занимались духовной практикой. Ради другой девушки, очень хорошая жена, очень хороший человек и друг их, тоже очень хороший человек. Он очень сильно осудил этого. Садитесь вот сюда, на свободное место садитесь. На свободное место садитесь. И друг, и их вот друг, он сильно осудил этих людей. Ну, то есть, вернее, этого мужчину осудил, который бросил свою жену. Конечно, он неправильно поступил, но друг очень сильно там укорял его там и так далее. Вёл себя очень жёстко по отношению к ним. И в результате этот человек потом со временем тоже бросил свою жену, точно так же, который осуждал. Такая же ситуация, точно всё то же самое. Ну, то есть, это классика жанра. Понимаете, если мы жестоко относимся к кому-то, к человеку, который неправильно себя ведёт, мы получаем тот же самый результат, особенно, если это мой близкий человек. То есть, мой отец, допустим, неправильно себя ведёт по отношению ко мне. Я его не могу простить. Хорошо, я точно так же буду себя вести со своими детьми. Бог мне покажет эту ситуацию, он мне устроит это. Но я при этом даже не вспомню, что до этого было то же самое. Поэтому правило номер один — это понять, что твой отец тебя мучает, потому что так Бог хочет, потому что ты это заслужил. Ну, как бы, нужно ломаться не надо, мучиться не надо, надо прощать, просто чуть-чуть дистанцироваться, чтобы сохранить себя. Как бы, в пекло не надо идти, под амбразуру не надо идти. Нужно сохранить себя, но надо понять, почему так себя ведёт старший, потому что не так положено. И как только ты поймёшь, он расслабится сразу, потому что Бог через него действует, высшие силы через него действуют. Я реально, у меня только один раз в жизни был случай, когда я на себе это понял. Моя жена очень как бы строго так со мной разговаривала, была такая ситуация. И так как я выше всего ставлю изучение этого мира, я воспользовался этой ситуацией, чтобы понять, что свыше происходит. Для этого нужно было отстраниться от ситуации. И она со мной строго очень разговаривала, и я попытался не реагировать на это, и как бы начал медитировать на эту строгость на со мной. И как бы я её как будто бы слушал внешне, кивал головой, а сам настроился на её голос и пошёл в медитацию вверх, понять, откуда идёт эта сила. И я увидел там вверху такую божественную женщину, которая очень гневно, как будто бы вместе с ней синхронно мне это говорила. Я подумал, а что это она-то меня ругает? И сразу мне пришёл в сердце ответ, что ты как бы просто это когда-то заслужил, и теперь вот эта сила божественная, она тебя наказывает. И я тогда мысленно сложил руки и сказал, ну спасибо тебе, божественное существо, высшее за то, что ты меня наказываешь, я очень благодарен тебе, это большая милость. И тогда там вот женщина вот та, которая там, она сразу же перестала гневаться. Тут же раз, и в ней поменялось лицо. И в это мгновение неожиданно, нелогично поменялось лицо моей жены. Она раз, и как будто скопировала это тоже. Оказывается, нашим близким правду вот эту вот, правду ругать нас, Бог, ну какие-то высшие существа по велению Бога, по велению нашей судьбы, дают нам, вдохновляют наших близких людей, говорить правду матку нам. И они абсолютно уверены, что это правильно так делать, потому что какие-то высшие силы им вдохновляют их в сердце. А нам кажется, это просто безумие так со мной себя вести. И поэтому надо просто, вот я один раз в жизни, у меня так получилось, я увидел весь этот механизм, как это все работает. И потом интересный момент был. Я точно так же очень строго отчитывал свою жену, точно так же. И в этот момент я решил отвлечься от этого процесса и посмотреть, кто меня заставляет это делать. Но я не нашел. Я искал, искал, пытался увидеть этого человека, этого существа высшее, но не нашел. Представляете, мы еще можем в другом человеке увидеть, что это его заставляют высшие силы, но как мы мучаем близких, это вообще практически невозможно понять, что это то же самое. Мы настолько сильно вдохновляемся мучить близких, настолько чувствуем, что это надо, что у нас это сливается вот все в одно, и мы как бы не чувствуем и не понимаем, что это просто действует их судьба через нас. Понимаете? То есть другими словами... Надо как-то подальше держаться от этого всего цирка. Ну хорошо, как бы судьба на меня действует через кого-то. Через моего отца там, через мою мать. Но моя мать вообще меня родила, а мой отец дал вот силы, потому что знаете, что когда ребенок рождается, силы на рождение дается от отца. Энергия для рождения, для вынашивания — это отцовская энергия, а тело само вот, ну как бы, возможность родить предоставляет мать. Ну то есть получается, что эти люди дали мне возможность жить на этой земле, и я должен быть очень благодарен им за это. Но благодарности никакой нет, потому что я обижен, у меня там куча всяких претензий и так далее, почему они меня оставили без полной семьи, почему они друг друга бросили там и так далее. А это тебе тоже было положено, мой хороший.